сегодня в нашей постоянной рубрике я жду тебя малыш мы решили узнать чем же отличается прием беременной в частной клинике от обычного приема в самой обычной женской консультации а сопровождать меня сегодня будет врач акушер-гинеколог орлеанский александр гелевич здравствуйте здравствуйте екатерина мы сегодня с вами пройдем путь который проходит женщина находящаясь на диспансерном учете по беременности пройдем все необходимые этапы и для начала нам необходимо зарегистрироваться хорошо в любой современной клинике используются электронные документы оборот и однажды зарегистрировав свои личные данные больше можно не переносить документы вся информация будет в электронной базе процедурном кабинете мы проведем лабораторное исследование то есть произведем забор анализа в крови на различные показатели которые позволят нам выявить всевозможную патологию у беременной женщины больно не будет дальней кулачком поработала все можно разжать совсем не больно проводится забор крови из вены и из этой крови за один раз забрав кровь мы получаем все необходимые нам анализы как общего анализа крови анализов на биохимию крови и анализ на инфекции то есть один укол и больше ничего делать не нужно да совершенно верно кровь из пальчика отдавать не могу итак мы продолжаем наше обследование для исключения сердечно-сосудистой патологии и патологии со стороны почек мы только что взвесились и теперь проводим измерение артериального давления на двух руках так обязательно вторую руку это важно что это измерение в двух руках диссонанс артериального давления на правой и левой руке у беременной то есть разница в артериальном давлении больше чем на 10 миллиметров может говорить о развивающем состоянии при эклампсии или страдании почек у беременной мы убедились в хорошем состоянии мамы теперь нам нужно убедиться что у малыша тоже все хорошо проведем ультразвуковые методы исследования это кардиотокография и узи плода то есть послушаем сердечко для начала для начала послушаем сердечко и посмотрим на тонус матки сейчас мы проводим кардиотокографию то есть мы исследуем частоту сердцебиение плода оцениваем тонус матки и проверяем нестрессовый тест то есть как ребеночек реагирует на шевеление одновременно используются два датчика механический ультразвуковой и маркер который находится у мамы которым она отмечает каждое шевеление у нас рисуется график по этому графику мы сможем оценить как в данный момент чувствует себя ребенок Александр Евгеньевич правильно я понимаю что как только чувствую шевеление нажимаю на кнопочку каждый эпизод шевеления плода мы должны отмечать нажатием на кнопочку почему мы видим на приборе что тонус матки абсолютно нормальный для срока беременности практически изоления сердцебиение плода имеют хорошую вариабельность укладываются в зеленую зону норма для ребеночка и здесь мы видим как раз те отметки которые Екатерина делает указывая на шевеление по реакции ребенка на шевеление мы можем опять же провести нестрессовый тест оценить как он себя чувствует обязательным приведение беременности является ультразвуковое исследование плода проводится в первом втором и третьем триместре сейчас у нас следование проводится на третьем триместре которое позволяет исключить практически всю врожденную патологию оценить темпы роста плода не отстает или не обгоняет ли к своим сроку беременности и использование режима 4d позволяет маме увидеть своего малыша в объемном изображении практически как в жизни вот 4d мы видим изображение ребенка лица частности можем оценить структуры все хорошо нос губы глаза все на месте хороший здоровый мальчик самый главный вопрос на кого же похож на кого похож сейчас мы вам сделаем картинку распечатаем 4d и вы посмотрите дома уже своим близким на кого же он похож и так которые когдаقتирины мы прошли все необходимые исследования которые проводятся в вашем сроке времени стель петиций исследование показали что у вас все хорошо все хорошо с вашим состоянием что хорошо с малышом следующее следование необходимо провести не раньше чем через 10 дней Александр гиревич а что касается анализов которые сегодня hablала когда будет результат результаты анализа будут готовы завтра и за вма же результат анализа будут на вашей тронной почте. При необходимости какой-то коррекции мы вам перезвоним. Вот так буквально за полчаса я прошла все необходимые процедуры, посетила все необходимые кабинеты. Вы знаете, мне было удобно, я ни разу не сидела в очереди, а еще мне было очень комфортно, а комфорт это очень важно для беременной женщины. За помощь в проведении съемок мы благодарим клинику Мать и Детя Ярославля.